На связи Краткий Капитан. Сегодня я расскажу вам о фильме «Жизнь прекрасна». Там толпа народу, съезжай в сторону. Не надо ехать на толпу в сторону. У нас отказали тормоза. Гуидо со своим другом Ферруччо едут в город на заработки. Дядя Гуидо, Элизио, пообещал пустить их к себе жить. По дороге у машины отказывают тормоза, и друзья останавливаются для ремонта в сельской глуши. Гуидо отлучается, чтобы сполоснуть руки, и видит местную девочку. Он говорит ей, что он князь и владеет всеми этими землями. Внезапно с чердака курятника вываливается девушка, и Гуидо ее подхватывает. Он не теряется и сходу называет ее своей принцессой. Девушку зовут Дора, и Гуидо она сразу нравится. Но Ферруччо уже отремонтировал машину и зовет друга в дорогу. В качестве благодарности за спасение Дора дает Гуидо несколько куриных яиц. Когда друзья приезжают к дяде Элизио, из его дома выбегает какая-то шпана, устроившая в доме беспорядок. На следующий день Ферруччо идет работать в магазин, где продают ткани. А Гуидо обращается за разрешением открыть собственный магазин. Однако человек, который отвечает за выдачу таких разрешений, уже уходит и не собирается подписывать заявление. Сейчас мы закрываемся, ясно? Но сейчас без десяти. Напишите жалобу. Зовут его Родольфо. Едва он вышел, Гуидо роняет горшок с подоконника, и тот падает на голову Родольфо. Взволнованный своим поступком, Гуидо бежит извиниться. Яйца, что подарила Дора, до сих пор с ним, и он кладет их в шляпу Родольфо. А тот неосторожно надевает ее на голову. Разбитые яйца и бомбардировка цветочным горшком начисто лишили Гуидо шансов открыть свой магазинчик. Более того, ему пришлось убегать от разгневанного Родольфо. По дороге он снова столкнулся с Дорой и выяснил, что девушка работает в школе. После такого фиаско Гуидо приходится идти официантам к своему дяде. На следующий день они встречают на площади Дору. К ней подъезжает Родольфо на такой же машине, как у Ферруччо. Гуидо прячется от него, но когда мимо проходит Дора, пытается пригласить ее на свидание. Попытка не удается, но Гуидо не опускает руки. В ресторане он обслуживает доктора Лессинга, который фанатично увлекается загадками. Гуидо и доктор подружились за то время, что Лессинг ходит в ресторан. За соседний столик усаживается человек из министерства. От него Гуидо узнает, что он приехал, чтобы посетить начальную школу, где работает Дора. Гуидо видит в этом возможность еще раз повидаться с ней и добиться свидания. Пока человек из министерства отдыхает, Гуидо забирает его министерскую повязку и идет в школу. Тут он узнает, что должен читать расовый манифест, который пропагандируют нацисты. Быстренько узнав, чем Дора будет заниматься в выходные, он принимается на ходу сочинять этот манифест, немало позабавив учеников. Насколько совершенное это ухо? Ушная раковина с прелестной маленькой мочкой. Когда же является человек из министерства, Гуидо сбегает через окно. В воскресенье Гуидо идет в театр, куда отправилась и Дора. Здесь ставят Оффенбаха. Однако Гуидо даже не взглянул на сцену. Он не сводит взгляда с Дорой, сидящей на балконе. Когда выступление закончилось, Дора уходит вместе со своим кавалером Радольфо. Он собирается идти на ужин к префекту, но Дора не хочет туда идти, из-за чего они ссорятся. Гуидо видит, как Радольфо уходит за машиной и решает его опередить. Он берет машину Ферруччо, подъезжает и Дора садится в нее, думая, что за ней приехал Радольфо. Поняв, что за рулем Гуидо, Дора сперва пугается, а потом смиряется, ведь ей все равно не хотелось ехать к префекту. Они весело проводят время вдвоем, а затем Гуидо уходит. В следующий раз они встречаются в ресторане, где работает Гуидо. Радольфо здесь объявила своей помолвки с Дорой, но девушка не рада этому. Она не хочет выходить за Радольфо. Этим же вечером случается неприятность с конем дяди Элизио. Элизио – еврей. И его коня раскрасили и написали на нем обидные слова. Элизио предостерегает Гуидо, что это может случиться с ним, но тот ничего не хочет слушать. Он влюблен и витает в облаках. Поняв, что Гуидо работает в ресторане, Дора только и искала момент, чтобы оказаться с ним рядом. Пока все обсуждали нацистские нововведения и восхищались гениальностью арийской расы, она сползла под стол, когда Гуидо собирал там оброненные конфеты. Дора попросила его увезти ее отсюда. Она поцеловала его и вернулась за стол. Гуидо не заставил себя ждать. Он оседлал дядиного коня, выехал на нем в ресторан и забрал Дору. Они стали жить вместе, и у них родился сын Джозуэ. Гуидо открыл таки свой магазинчик, а Дора продолжала работать в школе. В это время начались гонения на евреев. Перед ними везде закрывали двери, и Гуидо придумывал разные оправдания для Джозуэ, чтобы тот не думал, будто евреи чем-то хуже других. Ведь Гуидо тоже еврей, а значит и его сын наполовину еврей. Гуидо уже не в первый раз вызвали к властям. За ним пришли и приказали идти в префектуру. Пока его не было, в магазинчик пришла мама Доры, чтобы поговорить с внуком. Джозуэ никогда не видел бабушку, но она сказала, что придет на его день рождения с подарком. На следующий день Гуидо и Дора устраивают для сына праздник. Дора отправляется за своей матерью, а когда она возвращается, сына и мужа нет дома. При этом столы опрокинуты, а в комнате устроен бардак. Гуидо и Джозуэ попали в списки нацистов. Их, как и дядю Гуидо, посадили в машину и увезли к поезду. Гуидо придумал для сына историю, будто они едут в особое место, где отметят его день рождения. Узнав о случившемся, Дора едет на вокзал и требует, чтобы ее тоже посадили в вагон. Офицер исполняет ее просьбу. Гуидо и Джозуэ видят, как Дора садится в поезд. Когда их привезли в концентрационный лагерь и выгрузили, Гуидо первым делом спешит увидеть Дору, но женщину водят в отдельные бараки. Чтобы мальчик не волновался, Гуидо рассказывает сыну, что они попали в игровой лагерь. И если они будут вести себя правильно и наберут тысячу очков, им подарят настоящий танк. Джозуэ соглашается играть, ведь ему очень хочется получить танк. Новоприбывших отводят в барак к остальным заключенным. Гуидо поражается, какие они все изможденные и замученные, но не показывает виду перед сыном. Приходит немецкий офицер, чтобы рассказать о правилах жизни в лагере. Ему нужен человек, владеющий немецким языком. И Гуидо вызывается быть переводчиком. Вот только вместо реальных правил поведения он рассказывает выдуманные правила игры. Джозуэ его внимательно слушает. Он окончательно поверил, что все они здесь будут играть. Вчера я потерял 40 очков, потому что мне пришлось съесть булку с джемом. Гуидо целый день таскал на ковальне в жарком цехе. А вернувшись в барак, рассказал сыну, что заработал много очков, и они стали еще на шаг ближе к победе. От других заключенных Дора узнает, что стариков и детей уводят якобы принимать душ, а на самом деле их там травят газом и сжигают в печах. Дора понимает, что то же самое ждет и ее сына. И самое страшное для нее, что она ничем не может ему помочь. Наступает новый рабочий день, и в цех Гуидо прибегает Джозуэ. Он рассказывает, что всех ребятишек отправляют в душ, а он сбежал, ведь он не любит мыться. Гуидо разрешает ему остаться в цехе, только чтобы его никто не видел. Вернувшись в барак, Гуидо берет с сына клятву, что пока его нет, мальчишка будет прятаться наверху. В один из ночей он видит оставленный без присмотра микрофон, подключенный к громкоговорителям. Чтобы Дора не волновалась за него и за сына, Гуидо передает ей привет от себя и Джозуэ, а потом убегает. Во время медосмотра Гуидо встречает доктора Лесинга, и у него появляется надежда на спасение. Когда он приходит в барак, Джозуэ прячется под койками. Он испугался, ведь другие заключенные рассказывали, что их сожгут, а из пепла сделают мыло и пуговицы. Гуидо развеял все страхи сынишки. Он успокоил его, но Джозуэ все равно захотел отсюда уехать. Тогда Гуидо делает вид, что они могут уйти прямо сейчас, однако тогда не получат танк, и Джозуэ отказывается уезжать. Пошли быстрее. Но там дождь, у меня будет температура 40. Командование лагеря собирается проводить прием, и доктор Лессинг устроил так, чтобы Гуидо взяли туда официантом. Гуидо уверен, что у доктора есть план, как вызволить его с сыном и женой отсюда. Однако Лессингу он нужен только за тем, чтобы загадывать друг другу загадки. Зато Джозуэ прием понравился. Его по ошибке приняли за одного из детей немецких офицеров и усадили за стол. Когда все разъехались, Гуидо нашел пластинку с музыкой Оффенбаха и поставил ее. Он хотел, чтобы Дора услышала эту мелодию и вспомнила тот вечер в театре. Некоторое время спустя в лагере начинается переполох. Заключенные понимают, что война окончена. Однако всех евреев запихивают в грузовики и увозят, чтобы убить. Гуидо прячет сына в ящик и строго-настрого запрещает ему выходить, иначе они проиграют. Если Джозуэ справится, им подарят танк. Сам Гуидо отправляется искать Дору. Однако его хватают и ведут за барак, чтобы расстрелять. Гуидо видит, что его сын наблюдает за ним. Он принимается смешно вышагивать, чтобы рассмешить Джозуэ. Гуидо понимает, что его сейчас убьют, и он в последний раз видит сына. Джозуэ прятался до тех пор, пока все не уехали. Когда исчезли солдаты, стали выходить из своих убежищ и заключенные. А затем в лагерь приехал американский танк. Джозуэ был в восторге. Он победил в игре, и его даже прокатили на танке. По дороге он замечает свою маму и бежит к ней. Дора была счастлива видеть сына живым. Это все на сегодня. Подписывайтесь и ставьте лайки, если хотите больше подобных роликов.